Всем привет! Это новый выпуск, не дай богач, из новогоднего Петербурга. В этом выпуске не будет исторических музеев, морских прогулок, баров. В этом ролике я поделюсь с вами своими наблюдениями о северной столице. Ну что, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну а с возрастом в Петербург я уже стал ехать по работе. В этот раз я поехал в Санкт-Петербург для сменной обстановки и прогулок по новогоднему городу. Так как Питер мне знаком давно и я часто бывал в этом городе, я не хочу смешивать новый ролик с массой других январских роликов о северной столице. Я хочу в этом выпуске поделиться с вами моими наблюдениями о северной столице. Итак, начнем со всего по порядку. Локдаун локдауном, но на новогодние праздники в Питере народу была тьма. Создалось ощущение, что в Питер примчала абсолютно вся Россия. Улицы просто усеяны туристами. Коронавирус? Да всем. Невский, Казанский собор, Лиговский проспект, Дворцовая площадь так и усеяны туристами. Смущает это? Да, смущает. Но новогодняя атмосфера, елки, праздник смягчают это обстоятельство. Отдельный лайк, конечно же, главной елки города на Дворцовой площади. Но новогоднюю атмосферу портили полицаи, которые разгоняли уличных музыкантов. Учитывая, что с весны не было концертов, уличные музыканты собирали вокруг себя толпы слушателей. Дворы Каводцы – это отличительная черта Петербурга. Из разговоров с горожанами я узнал распространенную городостроительную легенду. Некоторые горожане думают, что такие дома строили специально для защиты от шквалистого ветра, который постоянно дул с реки или с залива. Но все на деле иначе. Еще со времен Петра Первого земля в Петербурге дорожала с каждым годом, и строительство П-образных домов было невыгодно. Недостаток земли в центре города приводит к строительству зданий, тесно примыкающих друг к другу. Чтобы получить максимальную прибыль, домовладельцы застраивали свои участки как можно плотнее. Гуляя по центру Санкт-Петербурга, можно увидеть самые разные дворы Каводцы. И один из таких – это двор Джона Леннона. А если быть точнее – улица Джона Леннона. Еще одна точка на карте Питера в моей поездке. Казалось бы, обычный питерский двор остался настоящим арт-объектом для поклонников легендарной группы Битлз. На яркой и красочной арке во дворе комплекса висит простой знак, обозначающий улицу Джона Леннона с большой синей стрелкой, указывающей на небо. Это, наверное, первая вертикальная улица в мире. Также в этом дворе появились гипсовые скульптуры всех участников Битлз, а на стенах – рисунки, посвященные их творчеству. На стене трудно не заметить обложку альбома «Эбби Роуд», на фоне которой туристы любят фотографироваться. Здесь можно увидеть и знаменитый автограф самого Джона Леннона. На территории двора находится летнее кафе, в котором часто устраивают тусовки и небольшие концерты представителей субкультур в память Оливерпульской четверки. Но не так хорошо обстоят дела с дворами-колодцами в Петербурге, как хотелось бы. Совершенно случайно я забрел в один из дворов, и я ужаснулся. Это желтые, совершенно болезненные дома, от которых отдают сыростью, и штукатурка на них начинает сыпаться. Но зато перед домами припарковано два Мерседеса. Живем в России, поэтому, я думаю, этот факт никого не удивит. Этой зимой я впервые побывал в парке Новая Голландия и кайфанул с Колизеем. Колизей – это отреставрированное здание тюрьмы, которое имеет название «Бутылка». Это настоящий арт-объект. Гуляя по этажам этого здания, я забрел в магазин комиксов, и хочу сказать вам, что он невероятно крут. В Москве достаточно подобных магазинов, но по оснащенности они, конечно же, уступают. Здесь можно найти практически все. Начиная с вселенных Маро, DC, Звездных Войнов и Верри Поттера, и заканчивая комиксами с Киану Ривз. Атрибутика, комиксы, мерчи, сувениры, статуэтки на любой вкус и аромат. Остается лишь вопрос цены. Короче говоря, советую. Парк Новая Голландия – это приятное явление для России, а внутри можно найти атмосферный магазин комиксов. Новый год все-таки потянуло в детство. Представьте себе, что вы выбрались зимой погулять в Москве и решили в один прекрасный вечер зайти куда-то и слегка перекусить. Куда же вы отправитесь? Фудкорты – не солидно. Бургерное – уже объелся. Пиццерия или пафосные кафе или рестораны – тоже не вариант. Для решения этой проблемы в Петербурге существуют булочные. На мой взгляд, булочные – это самые уютные заведения, где можно дешево перекусить, выпить чашечку чая и поболтать в спокойной обстановке. Средний чек в таких местах не превышает 200 рублей. За эти деньги можно купить кусок пирога и выпить чай с десертом. Соответственно, цена-качество просто на высоте, плюс вдобавок удобная и уютная атмосфера. Сразу чувствуется, что ты сидишь у окна в Европу. Если вы знаете подобные места в Москве, оставляйте их название в комментариях. Вспомните, как выглядит пятерочка в Москве. Крайний раз в Петербурге я жил на Невском проспекте, и ближайший сетевой магазин ко мне была «пятерочка». И знаете что? Когда я в первый раз туда зашел, скажу вам честно, я ужаснулся. Это не магазин, а восьмикомнатная квартира, в которой можно потеряться. Такая ситуация с магазинами не только в этой пятерочке. Я заметил, что в Петербурге преобладает обилие частных магазинов над сетевыми. На каждом шагу можно увидеть продукты, 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 продукты. Не знаю, как вам, но мне намного приятнее зайти в сетевой магазин, чем в частный продуктовый, расположенный в подвальчике, и пытаться объяснить подавцу, что именно мне нужно. Каждый раз, когда я гуляю по центру Санкт-Петербурга, я замечаю активную наружную рекламу сэп-шопов. Не то, чтобы в других городах их не было, но ни в одном городе России точно нет такого количества рекламы интим-магазинов, как в Санкт-Петербурге. Я не думаю, что в Петербурге большее количество магазинов для взрослых, чем в Москве, но за счет огромного количества вывесок, порой их встречается даже по три для одного магазина, создается ощущение, что интим-магазины находятся в Питере каждые 700 метров. Мне стало интересно, почему в Питере так много магазинов для взрослых, и я решил загуглить. Итак, немного статистики. В Санкт-Петербурге свыше 100 интим-магазинов, и ежегодный оборот составляет 600 миллионов рублей. Согласно подсчетам экспертов, ежегодно спрос на подобные товары возрастает на 10%, и это приносит колоссальную прибыль их владельцам. Я боюсь представить себе, что происходило в коммуналках в период самоизоляции. Огромное достоинство Санкт-Петербурга – это наличие воды. Большая вода придает городу, конечно же, свой шарм. А этой зимой я просто-напросто офигел. Представляете себе, финский залив замерз. Вы можете сказать, Макс, что здесь такого, но весь декабрь температура не опускалась ниже минус 3 градусов, и лишь пару дней температура была минус 5 градусов. Поэтому мне казалось, что это несущественная температура для того, чтобы сдержать такое большое количество воды. Я вырос на юге, кто не знает, и максимум, что я видел, это замерзшая речка Говнючка и озеро, по которому мы с пацанами в детстве бегали и катались на санках. А тут целый залив, по которому гуляют дети и рыбачат даже мужики. Что по рыбацким движениям, пацаки? Тут деды сидят, ловят что-то. Так и хочется подлететь один пацак предложить, но я думаю, они мне скажут, Вот такие заметки из северной столицы я привез на этот раз. Санкт-Петербург – город необычный, и с каждым разом он открывается для меня с новой и с новой стороны. Какая моя следующая будет поездка, я не знаю, но даже в таких сложных коронавирусных условиях можно путешествовать. Ну а вы, друзья, не забывайте оставлять лайки, комментарии, И, как говорится, до новых встреч, друзья! Пока-пока!